WSOT. Крупнейшее в мире состязание по трейдингу крипты начинается на лучшей бирже Bybit. Ребята, уже сейчас можно регистрироваться и более того, нужно это сделать как можно быстрее. Вступайте в нашу команду, осталось меньше недели. 10 миллионов USDT, призовой фонд, который разделит победители. Состязание продлится с 10 октября до конца месяца. Вот такие вот призы и вот такая вот наша команда, друзья. И вот такая вот наша команда CryptoCommand. Значок вы увидите, SellBuy называется она, собственно, SellHighBuyLow. И как вы видите, вот Sell значок доллара, Buy значок биткоина. Но это сами понимаете, финансовый совет, дисклеймер. И, собственно, да, переходите по ссылке, нажимайте участвовать и погнали. Итак, друзья, биткоин у нас с вами нашел первую зону поддержки. По ТРДРу загорелся сигнал на всех таймфреймах, на часе, на четырех часах. Вот вы можете видеть. Даже на дневке загорелся здесь. И мы видели много продавца вот здесь, на четырех часах, также на часе. И сейчас мы видим первого серьезного покупателя. При этом, если мы отдаляемся еще, например, на шестичасовой таймфрейм, то мы с вами видим, что, в принципе, мы, отвергнувшись вот от этой верхней границы канала, о котором говорили тоже уже на протяжении полгода примерно, мы в этом нисходящем канале, и мы пошли вниз, к середине этого канала. Биткоин скорректировался уже на 10%, и прямо сейчас мы как раз подходим к середине этого канала, ребята. Собственно, еще незначительно, если мы опустимся на 59-200, куда-нибудь вообще будет. Точная середина канала. Вот, также мы еще опускаемся вот в этот более узкий локальный канал, где тоже мы, это как бы канал средних значений по вот этому большому каналу. То есть сейчас как раз мы с вами об этом тоже говорили, что вот здесь это лучше видно на трейдинг-вью, что мы будем ловить биткоин где-то в зоне вот здесь вот, да. Как раз мы хотели увидеть эту коррекцию, и вот она происходит. И как раз, ребята, вот 61.8 FIBA, золотой карман, это, конечно, было бы идеально, но это 58-100, 58-200, это все еще на тейбл, как говорится, все еще есть такой вариант. Но пока вот мы вроде как имеем дело с локальным уровнем в 60 тысяч, да, который более-менее удерживается. И сетка EMA Ribbon тоже перевернулась в бычью сторону на дневке. Теперь, чтобы это подтвердилось и закрепилось, Money Flow тоже, посмотрите, Money Flow тоже стал зеленый, но чтобы это все подтвердилось и закрепилось, нужно, чтобы мы выскочили обратно хотя бы на 63 и закрепились над сеткой EMA Ribbon, которая тоже перевернулась в бычью сторону, как мы с вами видим. Вот, пока об этом говорить преждевременно, особенно если мы приближаемся на 6-часовой таймфрейм, здесь все выглядит немного по-другому, здесь Money Flow как раз только-только похоже, что заканчивается зеленый, хотя, конечно, обнадеживающая зеленая точка и вот этот вивап, загибающийся на сайфере, как вот здесь. Короче говоря, все решится вот буквально в течение этих суток, будет понятна судьба биткоина на ближайшие несколько дней. Если мы приближаемся еще больше на часовом таймфрейме, здесь, в принципе, локальный красный Money Flow тоже похоже, что заканчивается. Посмотрите, здесь выравниваются вот эти вот волны на сайфере. Вот, это, кстати, мы смотрим оригинальный маркет сайфер, ссылка на него тоже есть в описании, если вы хотите поддержать канал, покупайте по ней. Также есть бесплатный сайфер, он тоже достаточно похожий, но на самом деле различий много, различий много, я это заметил, и вот сейчас наблюдаю за этим. Тем не менее, тем не менее, друзья, я бы сейчас не был чрезвычайно так по-бычи настроен, это все еще может быть, да, что мы нашли трендовую, хотя вот, смотрите, у нас также была трендовая, да, мы ее пробили, и мы также можем пробить еще и эту трендовую и сходить еще немного ниже. Это все может быть что-то типа медвежьего флага, сейчас мы можем сейчас даже в моменте отрестовать еще повыше, да, но потом молнией зигзагом упасть куда-нибудь все-таки на 57. Но так, если говорить о более глобальных уровнях, да, если 57 не выдержит, что тоже вполне вероятно, вы сейчас, наверное, думаете, что это гриня медведит, to the moon, я-то в целом, да, за то, что это бычий флаг, и что нам надо идти наверх, выбивать и 80, и 90, и 120, и как обычно, но сейчас в моменте мы видим нисходящий импульс, поэтому давайте быть осторожней. Если вдруг мы увидим, что не удерживаются эти все уровни, и мы летим дальше камнем вниз, то следующий важный уровень это 51 500 примерно, это нижняя граница этого канала. Если не удержится нижняя граница вот этого канала в районе 57, то там до 51 гэп лететь вообще можно без остановки. Но вот дальше, друзья, если мы войдем в реально такую медвежью фазу, более затяжную, что в принципе может быть даже в октябре, сейчас понимаете, все очень over-excited, как это будет перевозбуждены по поводу октября. Октябрь у нас это исторически очень бычий месяц всегда, и все ждут сейчас иксов в октябре, но посмотрите, у нас и сентябрь закрылся в итоге в плюс. И получилось вот так вот, собственно, как в злободневном меме, поэтому может получиться так, что сейчас слишком много лонгов налипнет. Очень много over-optimistic, через чур оптимистичных трейдеров, которые будут стоять в лонг, их могут побрить. И в этом случае, ребята, не забывайте о том, что есть еще уровни в районе 44-48 тысяч, верхняя граница вот этого сильного канала, потому что по большому счету, когда мы росли оттуда, полгода назад, уже даже больше, да, февраль-март, мы толком не закрывали вот эти все падения, вот 52, ну вот 52, еще раз говорю, хотя бы это вот, вот это сопротивление, это и будет нижней границей канала, поэтому будьте очень осторожны с лонгами, ставьте стопы и ставьте тейки, а не только лайки этому видео, если вам заходит криптоконтент. Вот, поэтому сейчас, еще раз говорю, лучше, мне кажется, сильно не переморжевывать, а переждать тихонько в сторонке, посмотреть, что будет. Еще раз, приближаемся 30-ти минутный таймфрейм, в принципе, достаточно уверенная поддержка, но посмотрите, опять же, нисходящие верха, то есть мы рисуем, по большому счету, медвежий треугольник, который технически, опять же, выход вниз, и длина вот этого падения, и длина вот этого падения, собственно, опять же, цель будет 57 с чем-то, поэтому я не то чтобы призываю сейчас шортить, друзья, я просто призываю быть аккуратным, туда все еще могут свозить, но локально похоже, что на 63 все-таки поведут, потому что смотрите, сколько здесь сочных ликвидаций шортов спряталось, вот, для тех, кто ничего не понимает, это крипторынок, детка, мы здесь в основном про криптоторговлю, про спекуляции, про литкоины, про всякое такое, но и про фундаментал тоже, про то, что биткоин – это всему голова, и PlanB, кстати, выпустил очередной апдейт по своей модели Stock to Flow, что все работает как часы, и новый видос также у него вышел, вот, который обязательно выйдет у нас на канале, конечно же, в переводе для вас, ребята, кстати, подписывайтесь также на наш Телеграм-канал, также Телеграм-чат, абсолютно бесплатно, и никаких випок, платок, сигналов, ничего такого, никаких сливов, все абсолютно бесплатно, и, кстати, вот, свежая новость, СЕК подали апелляцию в деле против Ripple, ни разу не манипуляция, сидеть и ждать до последнего дня, давайте взглянем Ripple, раз такие новости пошли, кстати говоря, ликвиднуло, походу, меня по Ripple, да, о-о-о-о, Ripple пролили, да, кстати, Ripple пролили, и меня ликвиднуло, на Байбите, значит, да, у меня была небольшая позиция по Ripple, ее смыло, вообще, позиции сейчас небольшие, так, разминаюсь больше перед соревнованием, вот, Хамстер в плюсе, миллион монет, и то, я думаю, что, что-то не знаю, сейчас буду смотреть, короче, может, позакрываю все эти остатки позиций, Ripple смыло, да, у меня там было пару тысяч монет, я с них что-то забрал даже, там было тысячу монет, я сделал две, я сделал на нее еще тысячу, забрал, и ее смыло, мы знаем, что так бывает, ребята, да, если вы торгуете, то вы знаете, что так бывает, ладно, слушайте, вдолгую, что я хочу сказать, во-первых, Ripple, да, давайте отдалимся, недельный таймфрейм, я как раз не думаю, что их сильно будут ушатывать еще, искамить, потому что нарратив такой вообще, сентимент такой страшный, и Ripple так давно не рос, а на самом деле, ничего в нем такого отвратительного-то и нет, хоть это даже не до криптовалюты, по сути, но это не мешает ее пампить и дампить, поэтому сейчас, похоже, что да, вот у нас красный money flow, опять же, что-то вот такое, разворотное мы, наверное, отрисовываем, как вот здесь, уже на красном, начав расти, я думаю, что да, что-то вот такое, мы по Ripple сейчас увидим, ну, может еще его прольют, но в целом, выход из этого треугольника, наверх выше доллара, ну, напрашивается, как по мантре DAOOM, допустим, а вот Ripple к биткоину, конечно, не так хорошо выглядит, тем более, что он сидит на своем all-time low практически, смотрите, он вот-вот его пробьет, и all-time low, конечно, не хотелось бы, чтобы он пробивал, это еще в два раза надо сложиться Ripple, но тут все, вот на красном money flow, вообще на даунтренде, и это надо сложиться Ripple еще на, в два раза, на 50% практически, так что, на самом деле, ребята, биток всему голова, биток всему голова, может случиться так, конечно, что и Ripple, и другие наши щиткоины, вот так сделают, как мантра ОМ к биткоину, так оно и будет, скорее всего, посмотрите, но перед этим он же сходил, переписал low, видите, может быть, это убыстренная версия всех этих старых щиткоинов, может быть, они сейчас, какие-то уже переписали low, вот так вот, свой к биткоину, Dash, допустим, переписал, да, многие переписали, но Ripple еще не переписал, посмотрите, сами посмотрите, хотя вот эти low, конечно, 14-16-х годов, сейчас их считать уже тоже глупо, в целом, вот этот вот low Ripple переписал, поэтому тоже, не пропустите ракету, ребята, да, вот этот вот low, мы в него сходили, как в сопротивление, сейчас разворачиваемся, то есть, в принципе, на самом деле, кто не берет на себя риск, тот и не рубит профит, ребята, так что, решать вам, еще раз говорю, ом к битку, вон, посмотрите, как развернуло, и некоторые альткоины также развернуло, и там пошел безоткатный рост, уже такой, что, извините, уже не успеешь прыгнуть, ом все еще, кстати, смотрится по быче, я часть омчиков держу, думаю, что выше их еще удастся продать, к доллару ом вообще, посмотрите, как взлетел просто в небеса, вот, лайткоин, я думаю, что тоже, посмотрите, тоже недолго ждать осталось, должен полететь уже, ну сколько можно, слушайте, ну вот сейчас, конечно, судя по тому, что все видят тренд, все покупают, возможно, еще проливчик сейчас они сделают, куда-нибудь на 52 там, так что будьте осторожны со своими ликвидациями, и я пошел свои двигать, потому что, самое главное, забирать прибыль, ребята, и резать убытки, вот, ну а у меня на этом все на сегодня, спасибо, что смотрите криптокомманс, всем профитролей, помните, что в долгую, вот у нас хаулинг только прошел, 11% после хаулинга, это самое обычное время, ну вот здесь, пожалуй, был еще, конечно, еще был медвежий рыночек, короткий на 70%, но в целом, в долгую лонг побеждает, шортисты будут наказаны, все, и ходите, вот, в сравнении с мобильными телефонами, мы все еще здесь, если вы родились после 2000 года, спросите у своих родителей, что это такое, что это за рации такие, всем профитролей, и да, скоро увидимся обязательно, пока-пока-пока, а, и альтсезон, конечно же, посткриптом, альтсезон никуда не делся, он, пружина сжимается, и кси неизбежный, вот он, собственно, перед вашими глазами, все возвраты в долгую, многих монет, поэтому, ищите свои гемы, держите, крепче, не придавайте на лоях, и добавляйтесь обязательно, на байбите, на WSOT, вступайте в нашу команду, забирайте ништяки, бонусы, в центре наград, вот, команда SellBuy, называется, со значком доллара, и биткоина, ищите ее по ссылке в описании, и всем удачи, пока.